Жители Омска на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы собрались на службу в одной из старейших церквей региона, Казанском соборе. Божественную литургию совершил митрополит Омский Таврический Владимир. Символичной называют эту праздничную службу прихожане. Место проведения литургии выбрали не случайно. После революции в Омске не осталось ни одного Богородичного храма. Именно тогда один из престолов Казанского собора осветили в честь иконы Казанской Божьей Матери. В прошлом году этот престол стал главным. Посему введение во храм Пресвятой Богородицы решили отметить именно здесь. Поистине говорят, Россия – страна Богородичная. К заступнице рода человеческого люди обращаются и в горе, и в радости. Богородица такая маленькая, в три года самостоятельно пошла к Господу Богу на служение. С радостью, с уверенностью. Поэтому и мы учимся у нее, чтобы наши дети тоже с уверенностью шли к Господу. В течение всей жизни Пресвятая Богородица помогает, мне помогает, моим детям помогает. У меня двое сыновей, две невестки, две внучки. И всегда мы чувствуем присутствие Божьей Матери. По особому откровению Пресвятая Дева вошла в Святая Святых, куда имел право входить только первосвященник однажды в год. Это стало началом нового этапа в жизни не только непорочной Девы, но и всех православных верующих. Находясь в храме, Мария всецело посвящала себя молитве, изучению Священного Писания и рукоделию. Примером своей праведной жизни она до сих пор укрепляет людей в вере. Она укрепляет людей в вере. То есть она по-матерински настроена к людям. И дети, которые лишены материнского участия, сироты, они знают о том, что они в трудной минуте всегда могут перебегнуть к ее помощи, к ее милости. В дни рождественского поста верующим особо требуется помощь Царицы Небесной. По ее молитвам людей стороной обходит искушение и несчастье. Недаром именно в этот день допустимы некоторые послабления. К примеру, можно себе позволить отведать немного рыбы. Чего не скажешь о пище духовной. Здесь пост необходимо соблюдать строго. Об этом во время службы прихожанам напомнил митрополит Омский Таврический Владимир. Пост не только телесный, но пост и душевный. Если и душа, и тело постится так, как полагается, как хочет церковь, то это спасительно для нас. Я хочу вас, дорогие мои, сердечно поздравить с этим радостным праздником введения во храм Пресвятой нашей Богородицы. Пусть этот радостный день будет у всех у нас, в наших сердцах, в наших мыслях, между нами, чтобы между нами было всегда добро, мирно и радостно. С праздником вас всех и храни вас всех, Господь! Введение во храм Пресвятой Богородицы входит в число великих двунадесятых праздников. События давно минувших дней стали поистине знаковыми в истории Православной Церкви.